HR-радио представляет авторский проект Анны Несмеевой «Игра престолов». Вести из семи королевств, венциносные спикеры и интригующие вопросы. В центре внимания биографии профессионалов и летописи самых ярких проектов. Из первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах. Или ты выигрываешь, или... Никто не знает, каким будет итог, но будет интересно. «Игра престолов». Добрый день, дорогие коллеги, HR-пиарщики и коммуникаторы. Все, кто сегодня слушает нас на волнах HR-радио. Сегодня четверг, и снова с вами «Игра престолов». Программа о коммуникациях и о людях, которые создают эти коммуникации. С вами я, Анна Несмеева, а в гостях у меня... Кулина Елена. Лен, ну представься, скажи, как сегодня ты правильно называешься? Ну, сегодня я занимаю позицию начальника управления организационными изменениями в компании «Гренатом». Это общий центр обслуживания госкорпорации «Росатом». Мы с Леной познакомились довольно давно, когда Лена занималась проектами, связанными с внутренними коммуникациями и с информационными проектами в Федеральной антимонопольной службе. И много лет Лена рассказывала о том, как ФАС совершенствует внутренние коммуникации нашим студентам в школе внутреннего коммуникатора. Наверное, пора перейти к нашему первому вопросу, как думаешь? Да, давайте. Скажи, пожалуйста, какой самый трудный профессиональный выбор, какое самое трудное профессиональное решение тебе доводилось принимать? Ну, из последнего, наверное, то, что я рассталась с моим любимым ФАСом, поменяла работу, потому что это очень сложно уходить с того места работы, где у тебя все получается, где тебе создают все условия для того, чтобы у тебя все получалось, где есть много направлений развития. Начинали мы с внутренних коммуникаций, потом ушли активно в социальные сети, во внешние коммуникации. И сейчас коллеги развивают всяческие направления аудио, видео, контента. В принципе, что и вы делаете, это такое модное направление сейчас. И вот действительно для меня это был трудный выбор из последнего профессиональный. А до этого, наверное, нет. Не было у меня таких трудных решений, работа мне моя всегда нравилась. И любое развитие, смена обстановки, они были для меня очень интересными, скажем так. Ну, согласись, у тебя карьерный трек, в общем, достаточно нестандартный. Начинал ты, насколько я понимаю, в коммерческой компании, это было в МПЛКОМ. Потом ты поработала в таком крупном агентстве, как пропаганда, которая специализируется на коммуникациях. А потом очутилась в государственной компании, даже не в компании, а прямо вот в ведомстве. И сегодня сменила его на такую довольно закрытую структуру, как Росатом. Вот если так совсем все перебирать, вот где было интереснее всего? Ну, наверное, просто каждое мое место работы давало мне очень большой опыт. Вот в МПЛКОМе, например, уже в то время использовался, используя все инструменты стратегического менеджмента, управления по целям. Да, каждый процесс был описан. То есть, применялась методология ТИЛ, если говорить об IT-сфере. И в МПЛКОМ вообще вот в части управления для меня, наверное, была образцом, как управлять… Школой качества. Да, и школы качества, и школы управления, как это все на самом деле делается. Я прошу прощения. Вот. И далее, когда я уже пошла работать в пропаганду, это вообще кладезь знаний, те проекты, которые они делали, наверное, самые первые еще тогда в стране, да, для огромных корпораций, для огромных компаний, управления изменениями. Вот эта вот база, которая у них была, и она была очень интересная, но они работали именно как консультанты. Вот для меня, наверное, подход к работе как консультанта, он самый сложный, потому что я считаю, что консультанты, они делают большую работу, чем штатные сотрудники, и им тяжелее, потому что они всегда должны подстраиваться под своего клиента. Это, конечно, особенная сфера деятельности, которая требует максимального профессионализма от людей, которые в ней работают. И клиентоориентированности. Да, и клиентоориентированности, поэтому это тоже для меня был огромный опыт. А в ФАС России я попала, прямо скажем, случайно, это был открытый конкурс, абсолютно открытая процедура в соответствии с требованиями законодательства. Вот, я прошла этот открытый конкурс и начала там работать на позиции замначальника отдела. И здорово то, что руководство мое в тот момент прекрасно понимало и знало, чего оно хочет. Вот, и это было очень просто. И была огромная поддержка. То есть, если есть такое, может быть, впечатление, что на госслужбе развивать современные технологии управления организацией сложно, то к ФАСу это не относится вообще никак. Наоборот, там используются все возможные современные подходы к управлению, там, снижение внутренних издержек, там, повышение качества информационного обмена. Поэтому сама идеология, сама работа и сама вот та культура внутренняя, которая есть, она помогает работать, скажем так. Вот. Ну, а сейчас для меня тоже это в определенном смысле вызов. Вызов. Да, та работа, где я сейчас свои профессиональные навыки применяю. Ну, я работаю там совсем недолго, чуть больше двух месяцев, поэтому говорить о чем-то, ну, о каких-то больших проектах пока рано, вот, пока я осваиваю, скажем так. Ну, хорошо. Я думаю, что мы будем ждать тебя и твоих коллег из Гренатома с вашими проектами на премии Интерком в следующем году или, может быть, через год. А пока давай поговорим уже о том, что было сделано. Вот история про как бы внутренние коммуникации в госсекторе и про ваш выход в социальные сети, мне кажется, очень примечательной, потому что последние вот несколько лет все больше и больше нарастают дискуссии, которые говорят, вот надо выходить, не надо. То есть, ну, как бы, что вроде бы надо, все соглашаются, но говорят, ну, это только для тех, кто работает в B2C, да, это вот только, а вот у нас там госорган, а у нас там B2B организация. Ну, зачем нам выходить в эти соцсети, мы там все равно ничего не продадим, там нет наших клиентов, там нет нашей аудитории. Вот что скажешь на такие комментарии? Ну, наверное, каждая точка зрения имеет место быть, да, смотря, что хочется. В ФАСе была основная задача – это заложить ценность честной конкуренции. Мы делали очень много проектов, связанные именно с молодым поколением. Закончили в прошлом году, нет, в этом году всех наградили первую олимпиаду по антимонопольному регулированию. То есть, мы для себя четко решили в тот момент, какие у нас есть целевые аудитории, и подумали, как с ними взаимодействовать. И увидели, делали даже исследования, и увидели, что вот с молодой аудиторией нам проще всего говорить через социальные сети. Например, с теми людьми, которые занимаются бизнесом, это малый и средний бизнес, для них тоже важна честная конкуренция, закупки, ну, такие вот направления. Они тоже все в социальных сетях, то есть, все более-менее активные люди, которые как раз и являются нашей целевой аудиторией, те же самые бизнесмены, молодое поколение. Они все в социальных сетях, и это возможность с ними поговорить, скажем так. Вот, а это не дань моде, это необходимость в данном случае. Ну, я недавно прочитала, что, например, Дональд Трамп выиграл выборы только благодаря своему замечательному СММщику, который посредством социальных сетей работал с колеблющейся аудиторией и получил таким образом их голоса. Но надо уже признать, что соцсети – это действенный инструмент. Может быть, люди даже меньше заходят на сайт. Это, может быть, даже связано с технологиями, как я это вижу. Для того, чтобы даже загрузить мобильную версию сайта, любому приложению нужно больше времени, больше памяти, больше ресурсов. А все мобильные сети имеют те же самые мобильные версии, облегченные, и они, в принципе, сделаны для мобильного использования. Поэтому, мне кажется, за соцсетями будущее. Единственное, что я бы поспорила относительно размещения видеоконтента какого-то тяжелого, потому что, опять-таки, все пользуются мобильными устройствами, и развитие интернета, ну, не во всех областях нашей страны, оно там такое, как в Москве, вот. А так, в принципе, считаю, что это очень хороший канал коммуникации, то аудиторию, о которой вы хотите поговорить. Ну, я думаю, так. Слушай, ну, тогда я просто не могу тебе не задать вопрос, что работает, а что не работает, если ведешь канал своей компании, да, или страницу своей компании в социальных сетях. Потому что, ну, как бы консульционные советы мы слышим часто, а вот от практика, да, вот что вызывает отклик, а что не вызывает отклик? Ну, опять-таки, надо понимать о том, чего хотите, какая цель, да. Если цель просто донести информацию, то работает практически все, да, то, что привлекает внимание. Какие-то яркие живые картинки, ну, мы много говорим про контент, что контент – это, там, 80% успеха, да. Ну, опять-таки, надо понимать, какая у тебя целевая аудитория. Ну, а все-таки в диалог. Вот что вовлекает в диалог? Мы же ждем от социальных сетей диалога, в первую очередь. Посыл, вопрос, что-то, что интересно именно твоей аудитории. Вот как по опыту могу сказать, почему-то, не знаю почему, но это такой вот для меня, может быть, необъяснимый вопрос. Люди очень здорово реагируют в соцсетях на поздравления со всевозможными праздниками. Вот правда. Я это и сейчас вижу. Ну, вот почему-то нравятся людям поздравления с профессиональными праздниками. Например, вот был такой кейс в ФАСе. 5 декабря празднует Международный день конкуренции. А нам наша задача, ну, опять-таки, адвокатирование конкуренции, информирование об этом. И мы тогда активно начали развивать тот же самый Инстаграм. И это был самый популярный пост и в Инстаграме, и в других соцсетях. Возможно, многие люди не знали о том, что есть такой Международный день конкуренции. Но вот такая работа с календарем памятных дат и, соответственно, со значимыми мероприятиями для профессионального сообщества, с профессиональными праздниками, она очень хорошо выигрывает. Очень, ну, потому что, во-первых, безопасная тема. Там нету сложных углов. Во-вторых, все-таки я за то, чтобы контент был простым, понятным. Люди не читают много в социальных сетях. Вот это тоже выстреливает. Какие-то, ну, тут надо иметь деликатность, да, какие-то видеосюжеты, цепляющие картинки, они тоже привлекают внимание к той информации, которую... Но могут и создать риски. Ну, да, это надо действовать деликатно. И самое главное – это общаться с аудиторией и быстро отвечать. Вот не зря же у Фейсбук, там, например, даже есть такая функция, что в сообществах, да, как быстро вы отвечаете на сообщения. И самое главное – говорить правду, да, чтобы люди тебе доверяли. То есть не пытаться ее приукрасить, а говорить честно о том, о чем ты хочешь сказать и честно отвечать на вопросы. Я за диалог в социальных сетях и считаю, что если его нету, а люди просто постят какую-то информацию, ну, это привлечет аудиторию, но ненадолго. То есть сейчас еще одно модное веяние – делать своих подписчиков как бы членами своего сообщества, да, и максимально с ними в этом сообществе общаться. Ну, считаю, что тут тоже доводить до крайности не стоит, но то, что общаться честно, открыто и обсуждать те вопросы, которые есть, это, да, обязательно. Ну, слушайте, у нас просто получилась рубрика «Хозяйки на заметку». Ну, мне так кажется. Здорово. Скажи мне, пожалуйста, вот сегодня, когда у нас так много инструментов для внутренних коммуникаций, для внешних коммуникаций, когда они сливаются, и мы не всегда можем отделить одно от другого, да, они уже плавно в эпоху цифры перетекают, нужно ли нам как-то сознательно ограничивать палитру? Ну, то есть есть два взгляда. Один говорит, что нет, чем больше каналов, инструментов, тем лучше, пусть из каждого утюга рассказывают про такое у нас хорошая компания, а другие люди говорят, да нет, в общем, это вызывает уже эффект белого шума, это как бы не нужно, давайте сосредоточимся там на каких-то нескольких ключевых каналах и будем работать с ними. Ну, тут могу такой пример привести. Если почитать там литературу признанных гуру менеджмента, там того же Автомескана, они этот вопрос с белым шумом поднимали еще сто лет назад, даже там в отсутствии электронных коммуникаций, всегда существовала проблема перегрузить работника информацией и соблюдать вот эту вот золотую середину. Мы все сталкиваемся с проблемами, когда люди перестают читать информационные рассылки, не ходят на внутренний портал. Я согласна, что внутренним коммуникаторам надо очень быть аккуратными, чтобы не перегрузить информацию сотрудников. Ну, для этого есть инструменты, да, опрос относительно потребностей в коммуникациях. Надо работать с обратной связью и понимать, что людям действительно интересно. Может быть, им неинтересно читать там кучу новостей и получать эти рассылки. Это, в принципе, тоже все хорошо работающие и давно всем известные коммуникаторам методы. Это вот относительно внутренних коммуникаций, мое мнение такое. А про соцсети не могу сказать однозначно. Мне нравится, вот это мой личный выбор, мне нравится сообщество, которое много пишет. Если у меня есть время читать, я лучше буду читать страничку, на которой много информации, которая интересная, и которая меня чем-то цепляет, да, картинками там, контентом каким-то. Я не буду читать страничку, которая там пишет раз в две недели. Но и в соцсети я захожу, когда у меня есть время, опять-таки по себе сужу. Вот думаю, что все-таки надо какую-то искать золотую середину и в этом направлении тоже. Наверное, перегрузить контентом. Ну, хотя, например, вот хороший пример МИДа. Они не ограничивают себя в контенте. У них все научные, которые есть, они все пушат в социальные сети. Хочешь – читай, не хочешь – не читай. Это же не фокусная коммуникация, когда тебе направили, например, на рабочую почту, какое-то сообщение с информацией важно, там информация от кадров, срочно прочитать, что-то дать, да, то есть ты тут можешь по своему желанию воспринимать эту информацию или нет. Я считаю, что это как бы две разные, два разных аспекта. Во внутренних коммуникациях тут одни риски, да, а в социальных сетях, как мне кажется, там рисков, ну, в принципе, меньше. Ну, вот мое такое представление об этом. Ну, что же, хорошо, мы так с тобой невзначай добрались до нашей первой традиционной рубрики, которая называется «Вести из Семи Королевств». И в этой рубрике я прошу нашего гостя прокомментировать новость, которую я подготовила специально для него, чтобы понять, как в свете эти новости нам жить дальше. Вот для тебя, Лен, я нашла чудесную новость, так впандан к твоему комментарию про МИД. Мария Захарова вошла у нас в топ самых ярких таких вот представителей, скажем, женщин, олицетворяющих государственные органы, да, там, министерства в том числе. И была отмечена, причем, я так понимаю, международный рейтинг, была отмечена как очень яркая, такая очень энергичная дама. Вот задам у тебя следующий вопрос. Как тебе кажется, вот, хотя сегодня не 8 марта, но, тем не менее, коммуникации – это мужская работа или женская? Есть вот здесь какой-то гендерный признак? Стоит ли нам ждать прихода женщин в большом количестве в мир коммуникаций? Вот на руководящие посты быть там лицом бренда внутреннего или внешнего? Ну, я считаю, что так оно уже есть, что мы и так занимаем основные руководящие позиции в этой сфере, да. Опять-таки, вы, Анна, возглавляющая наше сообщество коммуникаторов, вы же тоже очень яркая личность. Не знаю, знаю много мужчин, которые работают тоже на этих позициях. Могу сказать только одно, что, на мой взгляд, гендерный признак тут не имеет никакого отношения. Просто внутренние коммуникаторы – все очень яркие, живые люди, в принципе. Это такие экстраверты, которым не сидится на месте, им надо постоянно что-то делать. Я думаю, что это зависит от свойств личности, а не от пола. Ну, вот у меня, опять-таки, мое такое представление. То есть, женской революции нам не стоит ожидать? Боюсь, что нам надо бояться мужской, когда мужчины поймут какая-то классная работа и придут в наши революции. То есть, ринутся подсиживать нас. Кстати, ну, давай уж мы с тобой определимся, на ты или на вы, а то мне неудобно. Я тебе тыкаю, ты мне выкаешь. Хотя мы с тобой знакомы, по-моему, уже лет сколько, 5-6? Я думаю, даже больше, потому что в ФАСе я 6 лет проработала. Я думаю, что мы можем, ты себе позволить, да, дорогая? Слушай, а вот так вот, ну, действительно, скажи мне, ты вот хоть одного внутреннего коммуникатора, такого более-менее известного мужчину помнишь? Я вот сейчас задумалась об этом. Я вот так, навскидку, и не вспомню ни одного. Одни девушки. Ну, да, наверное, сейчас сложно сказать, но вот на последней конференции там директоров по внутренним коммуникациям, которая как раз в ноябре была, там же много было выступающих. Из МТС по-моему был хороший специалист, мужчина выступал. Нет? Вот если программу... Ну, вот внешней коммуникации, да, там мужчин много. У меня такое ощущение, что это как вот, ребята, простите мне, простите мне за нецензурное сравнение, но это как, условно говоря, выбирают машину съездить куда-то с представительскими целями и машину, чтобы вот для жизни. Вот мы с тобой попадаем в категорию для жизни, а с представительскими целями вот берут каких-то мужчин, куда выпускают. Тебе так не кажется? Нет, знаю очень много хороших пресс-секретарей женщин, которые представляют компанию и для внешней аудитории, ну, или организацию. Может быть, единственное, что мужчина отпугивает во внутренних коммуникациях такая специфика работы, например, когда ты проводишь какие-то мероприятия, да, то есть там есть определенная деятельность, которая, может быть, не сильно значимая, да, там вот организационные вопросы. Но ее тоже кто-то должен делать. Но ее, да, обязательно надо делать. Не знаю, ну, я думаю, что если... Мы однажды задались целью, вот так скажу. У нас все девушки ушли в декрет из-за дела, который занимался там именно внутренними коммуникациями. И причем одновременно это произошло, и мы занялись вопросом набора мужчин. В нашу рабочую группу, да, скажем так. И очень успешно это сделали. Но мужчинам досталось работа, там, развитие спортивных активностей, тоже написание в социальных сетях, и они нам в мероприятиях помогали. И могу сказать честно, сейчас вот прям прецедент, что некоторые из них по-прежнему хотят сначала покинули нас, а теперь хотят вернуться в нашу деятельность, потому что она действительно интересная, живая, дает возможность всегда развиваться. И, ну, я бы не хотел, конечно, мужской экспансии, но, тем не менее, я думаю, что в любом случае мужчины тоже обращают внимание на нашу деятельность. В общем, мужчины, добро пожаловать. Не забывайте про внутренние коммуникации. Пожалуй, задам еще пару вопросов. Не так давно мы беседовали на одной из конференций с коллегами, которые занимаются традиционными медиа, такими как бумажные газеты, бумажные издания. И, как всегда, у нас столь же традиционная дискуссия возникла, есть ли у них будущее, нет ли у них будущего. При этом сегодня вот этот вопрос о будущем или отсутствии будущего касается ведь не только бумаги уже, но и радио, но и телевидение в его классическом формате. Вот как тебе кажется, если сегодня мы начинаем работать со внутренними коммуникациями, перезапускать каналы, оценивать каналы, что нам оставлять, потому что бюджет небезграничный, на чем ты посоветовала бы коллегам сделать фокус? На что обратить внимание? Я бы принимала такие решения, все-таки исходя из специфики организации. Например, те же самые заводы, там ничего особо не изменилось. Рабочие точно так же работают на своих станках, у них нет компьютера, они не пользуются электронными коммуникациями. Вот ловлю тебя на слове. Северсталь недавно выступала, они мерили, у них проникновение смартфонов в среду рабочих добралось уже там 60% плюс. И они запустили как раз мобильное приложение для рабочих. Да, я понимаю, но, конечно, требуется анализ. Мобильное приложение для рабочих – отличная идея. Но, например, мое новое место работы мне позволило увидеть немножко другую специфику, которая на госслужбе не видна, например, которая не видна, когда ты работаешь в такой технологичной современной корпорации, как в Ампелком, или даже когда ты в банке работаешь. Действительно, если бизнес компании, он все-таки предполагает наличие рабочих мест без доступа в интернет, то это тоже надо оценивать. И, например, для таких людей прочитать газету, информационные стенды те же самые, они также удобны, потому что я вот не в курсе, где находится предприятие «Северсталь», наверное, им виднее. Но, например, у нас же огромная страна, и не везде проникновение доступа в интернет, оно не такое, как в Москве, да, вот просто в ФАСе в том же самом. Помните, как наш ежегодный опрос знаменитый? Там же даже был вопрос, сколько денег вы тратите на подключение к интернету, и, ну, и получалось, что в какой-нибудь Якутии, да, это стоит огромных денег. Я помню, любимая Якутия, которая вечно несчастная была. Да, и у людей просто нет там доступа в интернет. Сейчас, конечно, ситуация улучшилась, да, но в любом случае для принятия решения, мне кажется, это анализ всегда внутренней среды непосредственно на предприятии, в организации. То есть просто так сказать, что всё, нам не нужны печатные СМИ, это, ну, мне кажется, без анализа это сделать нельзя. Вот я, например, верю в информационные стенды до сих пор. Вот ты бы, я как раз хотела спросить, ты бы вот, если тебе предложили выбирать газету или стенд, что бы выбрала? А, и то, и другое нельзя. Нет, денег не дают. Вот что-нибудь одно из двух. Ну, можно делать электронную газету и, например, распечатывать её на цветном принтере и вешать на стенд, можно же и такое, как сказать… Извращение. Быстрое решение, да, да, да. Я считаю, что нужно и то, и другое. И я бы выбрала и то, и другое. Потому что, по сути, стенд – это та же самая газета, да. Я вообще вот при минимальном ресурсе научилась, ну, когда у тебя не хватает ресурсов, мы научились, на самом деле, в ФАСе очень активно это использовали, мы научились тиражировать то, что у нас есть, брать информацию, которая хороша для одного канала, немножко её перерабатывать с минимальной нагрузкой и использовать в других каналах коммуникаций. Ну, может быть, это тоже так немножко по-хозяйски, да, как делают хозяйки на кухне, распределяя свои продукты на те или иные блюда. Но это удобно, чтобы не тратить, например, много ресурсов. Сделала один хороший продукт, и можно его тиражировать частями, используя разные каналы коммуникации. Я считаю, что информационные стенды пока нам нужны. Ну, если нет ресурсов на газету, ну, можно её издавать не каждый месяц, да. Да, это уж не газета будет. Но сделать можно квартальный, например, да, что это вестник какой-то будет. Не знаю, я пока вот от этих каналов, от этих коммуникаций я не готова отказаться, вот внутренне, ну, во всяком случае. Нет, нет, я не агитирую тебя отказываться, просто я тоже не так давно, проводя аудит в одной из промышленных компаний, и, как ни странно, ещё в другой компании, в колд-центре, я убедилась, что стенды, кстати, в отличие от газет, газеты есть и там, и там, но стенды гораздо более живой инструмент. Единственное, что не стенды с пластиковыми кармашками, а стенды с свободным пространством, где можно размещать, прикреплять, где люди сами что-то могут сделать, повесить. И я поразилась, насколько молодёжь активно в это включается, то есть они там вешают всякие поздравлялки, листовки, награждалки, там, новостюшки и так далее. Так что всем, кто сегодня слушает, если вы думаете, о чём порадовать ваших коллег, купите им большую пробковую доску и повесьте её, да, они будут очень рады. Да, абсолютно согласна. Может быть, мы живём, живя в эпоху электронных коммуникаций, может быть, вот такой эффект, потому что люди уже скучают по чему-то реальному, скажем так. Ну, а почему нет? Очень многие увлекаются. Мы сейчас создаём на моём новом месте работы газету, и, честно говоря, это очень классный продукт, и я вижу, как она востребована, и мы умеем её делать и электронной, и бумажной, вот. Но и просто видя потребление этого ресурса, как люди интересуются, я, ну, не готова от неё отказаться. Ну, тебе повезло, у тебя просто есть деньги на это, а иногда перед людьми стоит выбор, как бы, да, вот нет бюджета на всё. Мне повезло в другом. У меня есть отличные специалисты, которые умеют это делать, вот, скажем так, вот. И это не всегда деньги, потому что, я думаю, это всё зависит от той команды, с которой ты работаешь. И можно делать очень много вещей самостоятельно, особенно, когда ты делаешь какой-то электронный продукт и осваивать какие-то направления в том числе. Просто надо хотеть это делать, вот и всё. Ну, что же, хотеть это делать – это настоящий просто-таки девиз и призыв. Вот, буквально, на этих словах мы с тобой подошли к нашей второй рубрике. Кто сидит на железном троне? Вот со словами «хотеть и мощь». Кого усадишь на железный престол? Кто у тебя сегодня самый молодец и на кого призываешь равняться? Честно сказать. Во-первых, всех внутренних коммуникаторов призываю, а не равняться на вас, потому что мы уже давно знакомы. И то, что вы сделали вообще с этим направлением внутренних коммуникаций, я считаю, что вы его подняли как специальность на определённый уровень. Потому что, вспоминая ещё, что было 10 лет назад, никто особо и не понимал, что такое внутренние коммуникации. Это знали менеджеры в больших корпорациях, которые понимали, что им надо управлять всей этой системой. Я помню, у нас в Ampel.com была даже коммуникационная матрица, то есть мы оценивали все свои каналы коммуникации. А сейчас вообще такая специальность, как внутренний коммуникатор, она абсолютно стала нормальной. Я вижу на конференциях много умных, молодых, талантливых ребят, которые идут в эту специальность целенаправленно. Ну, значит, мы не зря работаем. Да, я считаю, что это очень большое достижение. Потому что даже, например, когда я начинала и говорила, что вот я хочу заниматься внутренними коммуникациями, я специально пошла учиться. Это же специальность, она, вот если говорить в реестре специальностей, она относится к менеджменту вообще. В принципе, внутренние коммуникации рассматриваются только в рамках менеджмента, управления организацией. А сейчас, ну пусть не изменились там коды специальности, конечно, а сейчас внутренний коммуникатор – это просто абсолютно самостоятельная такая профессиональная единица. И вот я бы, честно говоря, вас посадила, потому что вот точно в нашем сообществе вы нас вынесли, вот как бы вывели в люди, скажем так. Ой, ну ты опять перешла на «вы». Ты нас вывела в люди все. Я сижу краснею тут под софитами, но мне чертовски приятно. На самом деле, эта программа выйдет уже после того, как мы 1 декабря отметим день рождения нашей школы. И я надеюсь, что там мы повидаемся с большей частью наших выпускников и преподавателей. И обязательно в одной из следующих программ поделимся с вами тем, как оно прошло. Ну сколько, Лен? Вот я тут села, посчитала. У нас за 6 лет работы в школе отучилось уже 380 человек. Это много или мало для страны? Я думаю, что на самом деле, сколько отучилось именно в школе, это не показатель. Может быть, кто-то может приехать, кто-то не может приехать. Там вопрос денег, он все равно существует, там те же билеты. Самое важное, что есть возможность познакомиться с теми материалами, которые в этой школе можно, с теми знаниями, которые ребята получают. Здорово, что есть сайт. Здорово, что ведутся социальные сети, и можно всегда почитать. Я, например, постоянно читаю и что-то новое для себя узнаю. Мне сейчас очень нравится рубрика, которая именно для руководителя сделана. Там вот последняя картинка меня привлекла про наказание. Вообще отлично. Слушай, когда я наткнулась на этот блог, я поняла, что обязательно надо этим поделиться, потому что я сама, будучи в роли руководителя, всегда ужасно мучилась. То есть мне всегда было ужасно тяжело. Я не понимала, как я могу наказывать взрослых людей. Мне всегда казалось, что взрослый человек должен понимать все сам. Да. Ну, я вообще так тоже считаю, что не только должен, что люди и понимают все сами. То есть ты веришь в то, что люди понимают? Ну, конечно, они же живут как бы в обществе, и у всех есть дети, там все несут на себе определенную социальную ответственность. Лен, ты уже много лет начальник. Вот скажи мне, а что ты делаешь, когда твой подчиненный включает дурака? Вот он должен понимать, а он не понимает. Вот смотрит на тебя ясными глазами и не понимает, в чем проблема. Может быть, это связано с тем, что у нас разный понятей на аппарат. У меня была такая проблема, честно говоря, в МПЛКОМе. Я пока училась в институте, я там работала в колл-центре, а потом я уже перешла в подразделение, которое вот как раз занималось стратегией, операционными отчетами, контролем за исполнением показателей. И первые три месяца я вообще не понимала, что мне говорят. То есть все говорят определенными аббревиатурами, там какими-то понятными вот этому обществу людей терминами, да. А я даже не понимала, что говорят. Вот, например, приходит тебе человек и говорит, ты мор читала? Что это значит? Какой мор? Мор, о чем это вообще? Оказывается, это даже не русская аббревиатура. Monthly Operation Review. Ну, то есть ежемесячный операционный отчет. Вот как не догадаться, что вот этот мор – это вот, блин, этот отчет. Я прошу прощения. Вот. Ну и, в общем, мне кажется, люди начинают друг друга слышать, когда у них одинаковая система понятий формируется. То есть нам нужен словарь моров. Ну, не словарь моров, а в любом случае всегда есть какой-то сленг, какой-то диалект, любой внутрикорпоративный, внутриорганизационный. Иногда бывают вот именно в этом проблемы. Я не верю, что есть люди, которые вот прям работают для того, чтобы издеваться над своим начальником и не понимать его. Скорее, есть еще одно такое очень хорошее правило. Нельзя руководителям ставить задачи, которые сложнее, чем возможности сотрудника. Значит, руководитель должен изначально декомпозировать эту задачу и уже донести до сотрудника выполнимую задачу. Потому что и для самого человека получить непонятную, невыполнимую, по его мнению, задачу – это большой демотивирующий фактор. Демотивирующий, потому что он сам про себя думает. Ну, и я также могу подумать, у меня тоже есть руководство, что я не специалист, что я не могу выполнить эту задачу. То есть если мне мой руководитель ее ставит, предполагается, что он видит во мне такие возможности по выполнению задачи. Мне кажется, вот эти два фактора – говорить на одном языке, в смысле терминов, и все-таки ставить максимально выполнимые задачи, когда человек видит, что он это может. Просто вот у меня большой опыт в плане подбора людей без особого опыта в той или иной сфере. Вот именно это было очевидно на госслужбе, потому что нанять качественного коммуникатора мы не всегда могли за те условия, которые могли предложить. И вот рост людей, он очевиден. То есть через год человек начинает заражаться этим процессом. Вот пример, например, та же самая Маша Плотникова. Вот это вот ее идея, социальный атлас, которая совсем недавно выиграла премию Интерком. Это полностью ее была идея, которую она сама сделала, реализовала там с моей стороны. Это только была помощь. И мы до того заразили этой идеей всех сотрудников, что даже руководитель финансового подразделения сказал, а давайте монетизируем те услуги, которые у нас есть, и реально посчитаем, что получает сотрудник, помимо своей зарплаты, вот за счет этих льгот и всех возможных бенефитов, которые собраны в этом социальном атласе. И мне всегда радостно видеть рост этих, ну, рост людей. А наказания, я не знаю, я сама не очень люблю все эти наказания. Не согласна, что это как-то работает и создает негативный эффект, потому что ты все равно это помнишь, что тебя наказали. Ну, я не видела, ну, например, ни одного человека, прошедшего там какие-нибудь жесткие школы, да, там те же самые, ну, какие-нибудь закрытые школы, которые были бы в восторге от этой своей школы, от тех наказаний, которые они там получали. Ну, я не знаю. Мне кажется, наказание не метод, вот скажем так. То есть, скорее, более ценное чувство причастности, чувство единства и какой-то общей идеи, которая воодушевляет. Да, конечно, общая идея, корпоративная культура, когда человек разделяет... Общая идея, может быть, не обязательно корпоративной культурой. Скорее, ну, она может быть корпоративной культурой, но скорее это вот нечто, что вас объединяет, вот, скажем так, в вашем мини-коллективе, да, вот в вашем сообществе с теми людьми, с которыми ты реально общаешься. Потому что все-таки, когда мы говорим «компания», мы, ну, как показал психологический профиль, большинство сотрудников вспоминает тех, с кем она общается непосредственно, да, своего руководителя. И, может быть, если хорошо там внутренний пиар устроен, да, это вот бигбоссов там компании верхнего уровня. Ну, согласна абсолютно. Но если мы говорим о личностях, которые, может быть, во многом склонны к индивидуализму, да, есть же такой тоже способ уйти от проблем, прикинься дурачком, от меня отстанут, и будет мне хорошо, буду я сидеть вот в своем прекрасном рабочем месте. Такой человек, как мне кажется, он начнет вовлекаться в весь этот общий процесс, когда почувствует для себя пользу от этого, а понимание того, что ты можешь, что ты профессионал, оно во многом тоже мотивирует людей и привлекает их в эту команду. Мне очень нравилось, у нас был слоган, я надеюсь, сейчас коллеги пользуются, «Мы команда профессионалов, мы не чиновники, мы креативные люди». И нам даже нравилось просто это повторять, осознавая себя частью вот этого профессионального сообщества. И я считаю, что можно до всех достучаться, надо только стараться. Ну, не бывает такое вот, что прям человек такой гад сидит там и вовсю не понимает специально. Ну, не знаю. Хорошо. Ну, и тогда, может быть, еще один профессиональный вопрос. Время у нас стремительно бежит к завершению, но все-таки не могу его не задать. Если для человека важно чувствовать себя профессионалом и специалистом своего дела, нужно в компаниях проводить профессиональные конкурсы? Я считаю, да. Они дают замечательный эффект. А тогда второй коварный вопрос. Смотри, как только мы приходим в большую компанию и говорим, ок, мы проводим профессиональный конкурс. У компании есть всегда профильная профессия. Вроде очевидно, да. Но ведь в компании работает еще масса людей с каких-то саппортных должностей. Их включать в этот конкурс? Не включать. Ну, потому что, например, в бухгалтерии, если вы не занимаетесь финансами, никогда не будет профильной профессии или какой-нибудь водитель или секретарь. У вас там профильной будет то, что связано с основным вашим бизнесом. Вот что делать вот с этим достаточно большим количеством людей, которые никак не попадают в профильные профессии? С одной стороны, конкурс бесконечно размывать, да, на 184 профессии глупо, а никак не отметить, обойти этих людей вроде как неправильно. Могу рассказать кейс. Давай. Такой конкурс профессионального мастерства сначала, вот на моей практике, мы сделали в Россельхозбанке. И как раз тоже отправляли на премию Интерком. Там как раз были профильные профессии. Это те сотрудники, которые работают там в кредитовании в сфере корпоративного бизнеса, да. Их было три направления. Мы сделали все по правилам, то есть там предварительное профессиональное тестирование и потом какое-то новое предложение. Я не думала, что будет такой отклик. То есть у нас очень много людей поучаствовало. То есть, ну, насколько я помню, на тот момент там численность была порядка 10 тысяч, да, а у нас поучаствовало практически 2 тысячи. О, ну это много, да. Это очень большой отклик. И лучших привезли в Москву, там было награждение, потому что банк тоже активно представлен в регионах. И был действительно очень большой отклик именно от коллег. Им это было интересно. Но это был профессиональный конкурс, он был среди тех специальностей, которые фактически делают основной бизнес, да. А, например, в ФАСе, когда мы хотели перенести этот опыт, мы столкнулись с другой проблемой, что у нас действительно мы не можем прям выбрать четкую такую категорию. Ну, конечно, юристы и экономисты. Но из-за того, что большая сфера законодательства, которая контролируется, вот прям подготовить какие-то специальные вопросы мы не могли. И мы пошли по другому пути. Мы придумали другую систему. То есть мы назвали этот конкурс «Моя полезная инициатива». Фактически тот же самый конкурс профессионального мастерства, но только сделанный чуть-чуть по-другому. Мы начали с первого этапа, на котором делали обучение. Там было четыре направления, да. То есть в ФАСе внедрена система контроля менеджмента качества. Мы говорили о стратегическом управлении, говорили с людьми о проектах. И делали еще один курс «Как готовить презентацию». Фактически каждый участник этой программы мог заявиться с любым предложением по улучшению деятельности ведомства. И, как правило, все заявлялись непосредственно по своей прямой функциональности, предлагая улучшить свой именно бизнес-процесс. И этот конкурс в ФАСе уже идет четвертый год. И всегда есть участники. По итогам представления презентации идет на уровне руководства службы. Мы выбираем лучшие идеи и сформируем из этого банка идей, реализуя их обязательно. Это тоже конкурс профессионального мастерства. То есть человек-профессионал говорит о том, как улучшить его бизнес-процесс. Можно так сделать? Это может кто угодно поучаствовать. Например, тот же самый секретарь, тот же представитель хозяйственного подразделения. Это вот как выход. Я говорю о проектах, которые дали свой эффект. Может быть, есть еще какой-то вариант, если поработать. Это все зависит, конечно, от ситуации. Ясно. Ну, слушай, у нас сегодня с тобой необыкновенно плодотворный разговор получился. Можно смело его будет в анонсе программ назвать «Энциклопедия успеха». Там несколько рецептов для хозяйки. Ну, а поскольку время наше уже подошло к концу, хочу задать тебе последний наш вопрос, который мы всегда задаем в конце программы. Над каким проектом работаешь сейчас? Вот что тебя сейчас беспокоит? О чем думаешь? Вообще меня сейчас ничего не беспокоит. Пока говорить сложно. Прекрасно. Я еще пока осваиваюсь на новом месте. Очень мне все нравится, очень интересно. Вообще сама отрасль, сама сфера деятельности компании. Поэтому говорить о новых проектах не хотелось бы заранее. Но, как коллегам своим передам, что Анна Несмеева их ждет на конкурсе интерком с удачным проектом. Надеюсь, выступим хорошо в этом году или в следующем. Ну что же. Спасибо. И спасибо отдельно за такое, можно сказать, мобилизующее пожелание. А можно чуть-чуть еще добавить? Я когда пришла на новую работу, мне коллеги сразу сказали, а мы знаем Анну Несмееву. Мы о ней слышали. Они подписаны на твой блог. Так что, Анна, вы... Класс. Ну, вообще просто суперпопулярная личность в сфере. Мне осталось только... Вот почему я тебя так пытала про социальные сети. Мне осталось только научить задавать вопросы. Потому что мне все время интересно, а это кто-нибудь читает? Мне осталось только не просто делиться своим мнением, но и как-нибудь задавать вопросы, чтобы люди откликались. Но я буду над этим работать. Это вот у меня такой челлендж на 17-й год. Научиться задавать вопросы, чтобы люди со мной разговаривали. Я думаю, что это будет прекрасно реализовано. Ну что же, спасибо. Мы друг друга похвалили. Нам всем теперь очень приятно. Надеюсь, что вам, дорогие слушатели, тоже было приятно нас слушать. Потому что наша программа подошла к концу. Это была программа «Игра престолов». Это я, Анна Несмеева. В гостях у меня была... Ульяна Елена. Услышимся в следующий четверг. До встречи. «Игра престолов» в эфире HR-радио.